В эти минуты в Москве начинается пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Прямая трансляция на нашем канале. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня пресс-конференция посвящена вопросу о позиции коммунистов по поступлению от России в ВПО. В пресс-конференции принимает участие лидер КПРФ Геннадия Зюганова, членер франции Николай Геннадий Зюганов, Алексей Геннадий Зюганов, Александр Дюйченко. Также предель ассоциации Рос-Адрамаш, член правления Константин Бабкин. И здесь же у нас присутствует, к сожалению, отличие, не успею сделать. Павел Грудин, это... Грудин. Грудин, извините, пожалуйста. Руководитель объединения, короче, совхоза имени Ленина, всем известный ранее, а сейчас. Время нашей работы в пределах часа. Геннадий Андреевич откроет нашу встречу, потом идем к вопросам, к вопросам, большая, кроме по телефону поставить, найти звук, и отключить. И когда будете задавать вопросы, просто представляйтесь, как вы смеете. Спасибо, начинаем. Добрый день, уважаемые, товарищи, участники нашей конференции. Хочу поздравить вас с Днем Космонавтики. Это удивительный день, который открыл новую космическую эру. Очень приятно, что эту эру открыл русский советский офицер Юрий Гагарин. И мы не просто гордимся этим достижением. Мы приумножали многие годы его открытия. И сегодня, несмотря на трудности и кризис, Россия является ведущей космической державой. Сегодня я буду принимать представителей трех отрядов космонавтов, которые будут у нас во фракции в Государственной Думе. У нас на следующей неделе будет запланированный отчет правительства. Это традиционный отчет, который последние годы, как правило, проходит в апреле месяце. Вчера в газете «Правда» и в Советской России опубликован мой большой материал «Кризис в тени иллюзий». Материал специально подготовлен нашей фракцией, нашим экспертным советом. И он содержит анализ всех отраслей экономики, которые сегодня, как и в целом мировая экономика, находятся в тяжелейшем кризисе. Хочу подчеркнуть, что американская экономика, в которой мы вмонтированы, европейская продолжает мучиться в тисках кризиса. И конца и края пока этому не видно. Идет спад многих отраслей производства. И он сегодня, новая волна кризиса, очень больно ударила по Российской Федерации. Я вам напомню, что за прошедшее время, прошедший квартал, у нас резко стало падать ВВП и все виды развития промышленного производства. Мы видели прогноз правительства, они говорили, что уровень роста ВВП будет в пределах 4-5%. Он фактически упал до 1%. Для многих граждан это ничего не говорит, переведу его на доступный язык. Мы примерно только за этот квартал потеряли 400 миллиардов рублей. И если посмотреть, каким образом складывается утечка капиталов, то еще примерно 25 миллиардов долларов убежали из страны. Это 750 миллиардов. Итого страна недосчиталась. Триллион 150 миллиардов рублей только в текущем квартале. Одновременно продолжает резко расти долг. На сегодня долг страны составляет 623 миллиарда долларов. За прошлый год только долг, рост самыми ударными темпами, составил 17% за год. И в целом, в целом сегодня золотовалютные резервы и долг расходятся на 109 миллиардов. По сути дела, у нас сегодня долг на 109 миллиардов больше, чем золотовалютные резервы. Это состояние дефолта. Если анализировать ведущие отрасли экономики, здесь представители у нас есть. Я думаю, они выскажут об этом. Но очень сильно и больно ударил по целому ряду отраслей неподготовленное и непродуманное вступление нашей страны в ИТО. В этой связи наша команда подготовила официальное обращение в Конституционный суд. Я бы хотел Николая Васильевича Коломейцева, члена нашей фракции, попросить прокомментировать внесение этого нашего предложения на рассмотрение Конституционного суда. Вы, вероятно, знаете о том, что 3-го и 9-го июля прошлого года мы уже, 131 депутат, обращались по поводу признания неконституционным, не вступившего в силу закона о ратификации протокола о присоединении к марокежскому соглашению. К сожалению, на тот момент Конституционный суд, содержание его по существу отказался рассматривать, ссылаясь на то, что закон не принят. За это время мы провели очень большую работу, очень много конференций, в том числе с привлечением товаропроизводителей по всей России. И добились создания в Думе межфракционной депутатской группы, которая состояла из 27 депутатов, в которые входили два комитета профильных. Это Комитет по экономической политике и предпринимательству, и ее председатель Рудненский Игорь Николаевич стал председателем этой межфракционной группы, и председатель Комитета по огранным вопросам. Нам удалось заслушать представителей 17 отраслей народного хозяйства. И я вам скажу, что по мере присутствия на заседаниях этой комиссии, надо было смотреть за представителями Единой России, которые на первом этапе были рьяными сторонниками быстрейшей ратификации. Потому что было сформулировано этой межфракционной группой 446 предложений в законодательство. К сожалению, по прошествии уже почти года, подавляющая часть, а точнее 80% этих предложений, пока не нашли отражение в принятых законах. Кроме этого, нами был сделан запрос 116 депутатов в счетную палату с целью проверки эффективности и подтверждения наших сомнений. Счетная палата, надо отдать должное, имея самый, наверное, профессиональный аналитический аппарат, проанализировала эти документы имеющиеся и на коллегии сделала предварительную оценку. А сейчас вот буквально на этой неделе обещают сделать окончательную оценку проверки нашего запроса. И, в общем-то, каково было наше удивление, когда мы узнали, что только 22 мая прошлого года правительством был принят закон по адаптации российской экономики к вступлению в ВТО. Это при том, что ровно через два месяца ускоренно нас туда втащили. Кроме этого, необходимо отметить, что во время заслушивания на межфракционной вот этой группе подавляющая часть представителей производящих отраслей агропромышленного комплекса были чрезвычайно удивлены, когда представитель Минэкономразвития Медведков рассказывал о каких-то там уступках, преференциях, о которых наши производители вообще не знали. А наши оппоненты об этом знали уже 5-7 лет и, скажем, построили вдоль всей границы Российской Федерации свинокомплексы, имея колоссальную поддержку. А сегодня поддержка, если переводить на рубли в Евросоюзе 30 тысяч, у нас на сегодня 207 рублей на гектар производимой, то есть обрабатываемой площади. Кроме того, вот сегодня все вы уже стали свидетелями того, что с нового года фактически резко упали объемы продаж мяса птицы, мяса свинины, мяса говядины. И фактически подавляющая часть, в том числе тех, кто по так называемому у нас проекту АПК построил новые животноводческие комплексы, купил буренок по 2 тысячи евро и по 3. Сегодня вынуждены или вырезать их, или бегать и стучать во все двери, чтобы правительство наконец обратило внимание, потому что корма выросли в 3-3,5 раза. Цена на фуражное зерно с 3,5-4 поднялась до 12 тысяч и фактически сделала производство мяса и птицы, и свинины, и говядины неконкурентоспособной. К сожалению, наше обращение, в том числе и при формировании бюджета к министру назначенного мастерского хозяйства, должной реакции не имело, потому что, ну, вероятно, человек просто до конца не разобрался, и наоборот. Мы наставили на том, чтобы как раз были дополнительные ресурсы введены для оказания помощи сельхозпроизводству, а учитывая, что, скажем, сельхозмашиностроение, это производно, если село закредитовано, а вы знаете, что село фактически увеличило на 350 миллиардов долги свои перед банками, и сегодня кредитная масса составляет 1 триллион 900 миллиардов рублей. Поэтому завершая, о чем хотел бы сказать, мы внимательно проанализировали весь порядок внесения протокола о ратификации, о присоединении к Маракешскому соглашению, и уже на стадии внесения выявили массу нарушений. В чем они заключаются? В соответствии с 68-й статью, частью 1-й нашей Конституции, все законы, издаваемые на территории Российской Федерации, постановления должны быть исключительно на официальном русском языке. К сожалению, протокол о ратификации был внесен без приложений и 47 тысяч страниц специального текста. Это как раз соглашение с другими, межповедничное соглашение с другими государствами, которые с момента ратификации стали обязательны для наших производителей, не переведены официально и на сегодняшний день. Даже сам текст протокола о присоединении не был официально, как это положено по закону, переведен, и его перевели только через 10 дней после того, как мы внесли первый запрос в Конституционный суд. Кроме того, вы знаете, что у нас федерация сложная и, в принципе, есть законы совместного ведения. Нарушена грубейшим образом Конституция о предметах совместного ведения, так как страдают сегодня большая часть бюджетов, субъектов Российской Федерации, и, скажем, производители на территории субъектов, так как они не делали заключений, а по нашему закону о предметах совместного ведения обязательно, если будут ратифицированы, если ратифицируются законы касательно совместного действия, то обязательно должны давать субъекты Федерации заключения. Таких заключений нет, и я уже сказал, что подавляющая часть производителей и сегодня не владеет, что же записано в специальных оговорках и протоколах, которые были подписаны межправительственными группами по переговорному процессу. Кроме того, мы провели экспертизу и исполнение регламента, а в пяти своих постановлениях Конституционный суд прямо указал, что регламенты государственных учреждений, Думы и Совета Федерации являются конституционно значимыми документами и обязательными к беспрекословному их выполнению. В данной ситуации было около 15 нарушений регламента на стадии внесения, рассмотрения и ратификации этого протокола. Вот, скажем, на сайте нашем есть вывешен официальный текст. Вот видите, мы 3 апреля этого года официально внесли его представительство Конституционного суда в Санкт-Петербурге. К сожалению, московское правительство, ой, извините, представительство Конституционного суда по непонятным для нас причинах не приняло здесь, поэтому мы отвезли и, в общем-то, официально внесли его. Сегодня он находится на рассмотрении в секретариате Конституционного суда. Спасибо. Спасибо. Алексей Викторович Корниенко у нас активно работает на Дальнем Восточном. Вы знаете, что недавно была принята программа долгосрочной поддержки развития дальневосточных территорий. Сегодня там президент Путин находится на космодроме Восточный. Но мы специально попросили Корниенко рассказать, как повлияло решение о вступлении ВТО на этот сложный и крайне важный для нас регион. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Ратификация протокола о присоединении к ВТО, которая была осуществлена только фракцией Едино-Российской на Государственной Думе, фактически поставила под удар не только отрасли нашей экономики, целой секторы, но могу сказать, что целые республики, края, регионы и в том числе федеральные округа. В частности, Дальневосточный федеральный округ, который совершенно не готов к вступлению в ВТО. И именно вступление в ВТО серьезно ударило по интересам дальневосточников и интересам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Простые примеры. Первое. Сельское хозяйство. Вы знаете, со вступлением в ВТО была отменена так называемая скидка на горючие смазочные материалы, которые предоставлялись государством 20%. Теперь введено так называемое погектарное финансирование. К сожалению, это финансирование в несколько раз ниже, нежели была эта скидка. Сотрут практически с лица российской земли целые секторы растеневодства. В частности, сильно ударяет вступление в ВТО по рисоводству. Вот вдумайтесь. 124 евро составляла пошлина на ввоз импортного риса. Теперь она спустилась до 40 евро за тонну. А так как многие развивающие страны получают еще преференции, то для них эта сумма будет составлять 30 евро за тонну. К сожалению, очень сильно ударяет по рыбной отрасли. При тех схемах, которые работают у нас сейчас в стране многие компании, сферы схемы, когда в большинстве своем не уплачиваются налоги, государственные пошлины, федеральный бюджет, когда сверхприбыль выводится в офшорные зоны, то фактически целая отрасль стоит под ударом, вступив в ВТО. И при этом многие зарубежные государства, члены ВТО, совершенно не заинтересованы, чтобы в Российской Федерации проводилась глубокая переработка рыбы. Лесная отрасль – это существенное поступление в бюджет дальневосточных регионов, и бюджет Российской Федерации также сильно пострадает. Произойдет, по мнению экспертов, снижение на 25,5%. И могу сказать, что в три раза снижаются государственные пошлины на вывоз и ввоз в лесной сфере. И что касается вопросов малого и среднего бизнеса, который очень сильно пострадает вступив в ВТО, потому что наш бизнес совершенно неконкурентоспособен по сравнению с китайским и с корейским, где достаточно существенные преференции со стороны государства, дешевые кредиты. Исходя из этого, получается, что целый дальневосточный федеральный округ будет под ударом именно благодаря той бездумной политике, которую нас втянули во Всемирную торговую организацию. И многие промышленные предприятия и руководители сельскохозяйственных компаний обращаются ко мне, как депутату избранного от Приморского края, чтобы мы более часто и активно поднимали вопросы и на правительстве, и в стенах Государственной Думы, что будет в будущем для Российской Федерации, для целых отраслей и Дальневосточного федерального округа. Спасибо, Алексей. Бабкин Константин Анатольевич, президент Ассоциации РосАгромаш, член правления РСПП, прекрасно знает проблемы машиностроительного комплекса. Пожалуйста. Когда год назад примерно развивалось обсуждение вступления России в ИТО или втягивания России в ИТО, мы предупреждали, это происходило и в рамках, здесь, в стенах Интерфакса, и в стенах Госдумы, и в правительственных кабинетах, мы предупреждали, что будут самые негативные последствия для индустрии, для сельского хозяйства. К сожалению, сегодня приходится констатировать, что всё, о чём мы предупреждали, вот прям с точностью происходит, мы видим. Мы говорили, что будет расти импорт, и при этом будут... и он растёт. Мы говорили, что при росте импорта будут снижаться сборы государства, при таможенной сборе дохода государства. Мы видим, что доходы государства снижаются. Мы предупреждали, что будут снижены налоговые поступления в бюджет примерно на 500 миллиардов рублей в год. И мы видим, что два года назад был профицит бюджета, 500 миллиардов, сегодня профицита нет. Прямо в цифру мы, наши специалисты, угадали потери бюджета. И мы говорили, что будет таким образом, при вступлении ВТО, заморожена такая неравная конкуренция между российскими и зарубежными производителями, что негативно скажется на нашем потенциале. И мы сегодня видим, что импорт сельхозтехники, где я работаю, в этой отрасли я работаю, импорт сельхозтехники вырос на 30%, продажи российской сельхозтехники на российском рынке упали на 38%. Обо всем этом мы говорили чиновникам и членам «Единой России». И тем не менее, они приняли решение о втягивании России в ВТО. Что будет дальше? Я полностью поддерживаю инициативу группы депутатов о том, чтобы оспорить втягивание России в ВТО. Это было действительно сделано не по конституции, противозаконно, без перевода на русский язык, без ознакомления специалистов отраслевых с условием вступления и без учета их мнения. Вот. Поэтому я здесь. И, да, хочу сказать, что, ну, если так все будет продолжаться, то деиндустриализация и снижение объемов производства сельхозпродукции, оно будет только усиливаться. Спасибо за внимание. Спасибо. Я попросил, да, сказать, свое мнение по аграрному сектору Грудинина Павла Николаевича. Он руководитель одного из лучших хозяйств Подмосковья, объединений колхоз имени Ленина. Пожалуйста, Павел Николаевич. Ну, это не только мое мнение. На мнение всех экспертных, мы позавчера собирали экспертный совет при Минсельхозе, который давал оценку итогам реализации программы развития сельского хозяйства 2008-2012 года и в связи с вступлением в ВТО оценкам, к чему приведет программа развития сельского хозяйства, которая была принята на 8 лет 2013-2020 года. И все в одинаково сказали, что ВТО это удар практически по всему сельскому хозяйству и по отрасли, которая практически может вообще потеряться в России. Потому что вхождение в ВТО привело, и сейчас уже привело к увеличению импорта, и мы, естественно, попав в конкурентную борьбу при этих условиях вступления в ВТО, оказались абсолютно не только не готовы, но и просто в ужасном положении. Это видят сейчас и свиноводы, которые практически должны принять решение о снижении или уменьшении инвестиций в свое производство, и птицеводы, которые оказались в ужасном положении, в тяжелейшем, и производители колбасы, которые выяснилось, что колбасу легче теперь производить за рубежом, а не производить ее здесь и лучше привозить ее уже готовую сюда. Я уж не говорю о плодоводах, которые в удивительном положении оказались. Оказывается, привезти сюда плоды, сделанные или выращенные с применением ядохимикатов, за границей можно, а ввести ядохимикаты, чтобы произвести плоды здесь уже нельзя. И эти все ошибки, о которых мы действительно с Константином абсолютно согласны, об этом говорили постоянно, все они привели к тому, что сельское хозяйство поставлено на грань не только выживания, а просто уже, скажем так, практически умерщвления. И отмечалось следующее, что если в ближайшее время не произвести работу над ошибками, не принять решение о неконституционности этого шага, не пересмотреть правила вхождения в ВТО, потому что действительно некоторые переговорщики, даже в конце концов, когда поговорили с аграрными союзами, с удивлением обнаружили, до чего они договорились. То есть они договорились до того, что практически можно закрыть многие отрасли сельского хозяйства. Ведущие, которые на протяжении многих лет, а мы помним о доктрине продовольственной безопасности, о национальном проекте развития сельского хозяйства, они вроде бы были спровоцированы на рост, и после этого сразу оказались в положении, где все эти инвестиции оказались не только невыгодными, а просто убийственными. Поэтому, если все-таки работа над ошибками будет проведена, если Конституционный суд, а действительно, Совет Федерации, Федерация сама, она, значит, как вы помните, сельское хозяйство, это отрасль, которая финансируется из двух источников. Из федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации. У нас принципы софинансирования. Так вот, деньги, вложенные субъектами Федерации, получилось, они оказались под вопросом, а даже просто в минус ушли. И, естественно, субъекты Федерации должны были принять решение о вхождении или не вхождении в составе Федерации, естественно, в эту международную организацию. Поэтому, я считаю, что абсолютно правильный иск или там заявление, который Конституционный суд, на мой взгляд, должен рассмотреть и принять только одно решение. Признать это решение неконституционным и на основании этого, скажем, признать ошибку и войти уже, наверное, в ВТО. Потом, после того, как все субъекты Федерации выскажут свое мнение и оценят последствия для каждого субъекта, в частности, вот особенно для тех субъектов, которые в аграрном бизнесе занимаются, там до 70% населения, занятых в сельском хозяйстве. Спасибо. 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 Еще хочу добавить несколько слов. Вот обратите внимание, ратификация катастрофы. Я специально перед тем, как Дума приняла к рассмотрению этого закона, обратился ко всем депутатам, всем руководителям, всем членам правительства, всем членам Совета безопасности. И подробно описал, что будет, если мы без подготовки вступим в эту организацию. Указал на то, что законодательство США и Европы так построено, что национальное законодательство имеет приоритет над такого рода законным. Не послушали. Мы наставили на том, чтобы они подготовили нам на русском нормальном языке заключение по всем основным соглашениям. Не представили. Мы очень просили представить Думу программу, которая бы защищала наше отечественное производство и, прежде всего, свое сельхозмашиностроение, свои виды различной отрасли сельского хозяйства. Не сделали этого. Нажали бездумно на кнопки, теперь разводят руками и удивляются. Несколько дней назад я встречался с премьером Медведевым и сказал, у нас сельское хозяйство находится не просто в катастрофическом положении. Оно не получило и сегодня должной поддержки, которая необходима стране. Американцы на гектар земли вкладывают под 700 долларов, европейцы по 150-200 евро. Мы по 207 рублей. Каким образом наш крестьянин может вывернуться при таких ценах? Цены на энергоносители у нас выше, чем в Европе и Америке. Солярка и самый ходовой бензин 95-й 32-рублевую отметку пробило. Как он будет конкурировать на этом фоне? Я принес специально. У нас есть лучшие хозяйства в стране. Начинают разорять те хозяйства, которые развивались в последнее время по программам. Они определялись правительством и президентом. Но они по сути дела этим ВТО, этим бездумным вступлением убивают то, что сами позавчера создавали. У нас в стране есть лучшее объединение. Звениговское, в Мариэл 162 тысячи голов свиней. Полная переработка, великолепная переработка. 100 видов мясопродуктов отборных высшего качества. Своя транспортная сеть, своя сбытовая система в шести регионах по Волжье. Сейчас при новых порядках на килограмме свинины терпит убыток по 20 рублей. Белгородская область создала великолепный птицепром, великолепный мирового уровня. Сейчас на килограмме курицы терпят убытки по 10 рублей. Каким образом можно конкурировать, соперничать и так далее? Мы обратились до отчета правительства. Срочно примите решение. Сейчас многие на юге уже сеют. Поддержите, помогите нашему товаропроизводителю. Вот посмотрим, обещали 15 миллиардов, чуть ли не 40 и так далее. Но решения эти должны приниматься быстро и квалифицированно. Но вывод из всего этого надо сделать один. Если вы куда-то вступаете, вы руководствует прежде всего интересами своих граждан. Если вступаете, вы готовьте экономику должным образом. Если вступаете, готовьте кадры. Если вы прописываете законы, вы их согласуете со всеми субъектами, чтобы эти законы работали согласованно на каждого человека, каждый коллектив и в свою пользу. Поэтому вот на примере ВТО еще раз показали, что отсутствие должного курса квалифицированных грамотных людей ведет к полному позору и разору. Я официально показал, посмотрите, кто у вас руководит сельским хозяйством. Кто руководит сегодня? Ну, Зубков еще представление имел, что это такое. Дворкович, потомственный хлебороб, ну, он к этому никакого отношения не умеет, правительство вице-премьер. Кто руководит министерстве? Министр и семь заместителей ни один толком не руководил крупным аграрным производством. 14 руководителей департаментов, из них два представляют, что такое деревни базовые производства. Ну, где вы видели такой уровень руководства? И разводят руками. Как мне казалось, что после страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, я носил Путину доклад, подготовил Рыжков и Маслюков, царство ему небесное, вместе с главными инженерами, проектировщиками и специалистами. Сто страниц доклад, выжил оттуда, семь страниц принес и сказал, посмотрите, кто у вас руководит Росгидра. Ни одного человека, кто руководил раньше станции. Почему это случилось? Потому что разрубили всю единую энергосистему под руководством главного жулика страны, который приватизацию проводил на 266 кусков. И в результате взорвали одну из лучших станций. Ремонтные бригады вывели, инженерные службы понизили, поставили главный доход, а не безопасность, и угробили одну из лучших станций. То же самое сейчас делают приемом ВТБ с целыми отраслями производства. Мы обязаны не только бить тревогу, мы подготовили целую программу поддержки агропромышленного комплекса. Завершаем подготовку закон о промышленной политике, о стратегическом планировании, о поддержке нашего машиностроения. Лучшие специалисты собрались. Вот перед вами сидят люди, которые в этой жизни создали уникальные хозяйства и знающие производства. Почему к ним не прислушаются те, кто сидит сегодня в правительстве? Я хотел, чтобы наша пресс-конференция, с нашей пресс-конференцией взяли стенограмму, те, кто пойдет к нам отчитываться, и внимательно ответили, внимательно исследовали все наши проблемы и ответили на заседание Думы, которое состоится 17 апреля. Пожалуйста, ваши вопросы. Дмитрий Анатольевич, вы так серьезно предсказали правительство, что как бы логическое разрешение в этой критике может служить предложение по недоверию правительству. Вот собираетесь ли вы об этом говорить на арчете 17-го числа? Это во-первых. И во-вторых, более влезо всеми ВТО считали ли вы были правильны, чтобы все-таки диноксировать соглашение, поскольку мы это уже сделали, допустим, аналогичные соглашения с американцами по усыновлению, потому что это было бы обкатано. Но если бы это не очень реально, тогда что можно в сложившихся условиях все-таки сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию на расстоянии? Я понимаю, у вас есть программа, но если говорить так конкретно и четко, там раз, два, три, вот что первые или очередные программы? Во-первых, любое правительство и власть обязаны соблюдать свою конституцию, закон. Мы настаиваем на том, что безотлагательно это рассмотрел Конституционный суд и вынес соответствующее заключение по оценке деятельности министра и правительства, которые вместо закона подготовили чепуху и не подготовили страну к этому вступлению. По крайней мере, будет юридическое обоснование незаконности их действий, за которое должны следовать не только отставки, но и уголовные наказания. Во-вторых, что касается законов или норм ВТО, еще никого не сняли за то, что их не соблюдают. Если вы не подготовлены, заявите официальным всему миру. Мы не можем соблюдать эти нормы и правила, и законы. Мы оказались не подготовлены дать определенный срок и порядок определить подготовки. Более того, 400 сколько? 46. 46 предложений были высказаны. Они сегодня на столе лежат. 8 из 10 не реализованы. Кто им не дает? Но те, которые сидят у нас сегодня, у них в Минсельхозе, они не понимают в этом ничего. Они и сейчас не разобрались, куда они попали, и каким образом надо заниматься. Поэтому надо выстроить конкретную работу, исправлять допущенные ошибки. И одновременно, понимая, что гибнет отрасль, вы должны туда внести большие средства, для того, чтобы защитить свое товарное производство. Если у вас сегодня не сходится свинина и птица мясо на 10-20 рублей, вот поможете, обеспечите поддержку, и вы можете взять те же самые запасы, запасы военно-стратегические, тоже мясо, которое вырастили в Зениховском. Я уже обратился и к Шойгу, ходил к Собянину, ходил к правительству и сказал, готовая продукция, тысячи тонн лежит, высшего качества, вы все дерьмо со всего света свезли, вы возьмите себе в запасники. Завтра используйте это. Можно все это, можно принять решение. Что касается недоверия и отставки. Мы не доверяли и не доверяем этому курсу. Мы не поддерживали и не одобряли, мы не поддерживали и не признали итоги выборов в Государственную Думу. Мы не приветствовали, не поздравляли такое избрание президента. Мы внесли 9 проектов законов отремонтировать избирательную систему. Мы считаем, что вся политическая система после поражения Единой России на думских выборах в декабре 2011 года исковеркана и изуродована. Она не отремонтирована в демократическом духе и продолжается насилие на здравом смысле. Мы не доверяли и не доверяем такому курсу и финансово-хозяйственной деятельности правительства. Мы требовали и требуем отставки таких министров, как Кудрин, Ливанов и считаем не справится тот блок, кто занимается сельским хозяйством. Мы надеемся, что в конце концов и президент поймет, что он отвечает за такой состав правительства, который ломает все структуры в обществе. Сегодня, обратите внимание, официально опубликовано наше заявление об оценке политики в области образования, которую проводит Ливанов и вся ее команда. Это варварская, уродливая, абсолютно неприемлемая политика. Вся трагедия заключается в том, что мы надеялись, что после Фурсинга будет министр, которого поддержат образование, ректоры, которого поддержат Академия наук. Они нашли Ливанова гораздо хуже, чем тот же Фурсинга. Поэтому мы настаиваем на смене курса, на формирование правительства народного доверия, на принятие как базовой нашей антиклистной программы, чтобы посмотрели весь состав того правительства, которое я предлагал в ходе президентских выборов. Я называл 80 человек, в том числе там есть представители всех партий и движений. На проведение консультаций в Кремле со всеми ведущими влиятельными политическими силами и честной оценки того, что происходит. И мы, готовясь к отчету правительства, специально публиковали, попробуйте провернуть хоть одну цифру, которая здесь указана. Здесь показано о катастрофическом положении, которое сегодня, состояние, в котором находится наша промышленность, сельское хозяйство, строительная индустрия, образовательный комплекс. Просьба не просто прочитать это, а ответить нам официально в ходе отчета правительства, что вы конкретно предлагаете. Мы предлагаем новый курс, новую индустриализацию страны и новое правительство народного доверия. А нету засаленную колоду карт, которые они тасуют в течение последних десяти лет. Спасибо. Ваши вопросы. Потом будет. Николай Прокотенко, КПРФ-ТВ. Пока хочу поздравить всех с праздником. Мадамские вопросы, и на днях венчиках. Что ждать нашим гражданам от новой пенсионной реформы? Ты знаешь? Николай Васильевич. Ты знаешь? Давай только КПРФ. Николай Васильевич. Официально ее не унесли, только обсуждают. Но, как и три предыдущие реформы, вы знаете, что у нас сегодня страховая пенсионная реформа провалилась. 53% доходов федерального бюджета пенсионного фонда формируется за счет бюджета федерального. Кроме того, если вы посмотрите те предложения, которые пока обсуждаются средствами массовой информации и кулуарно, то они содержат несколько вопросов каких. Первое. Резкое поднятие в три раза стажа для представления социальной пенсии с 5 до 15 лет. Но условие там такое. Если вы платите страховой износ не менее чем с двух минимальных. У нас на значительной части предприятия и организации минимальная стала нормой. Одна. Если вы не выплачиваете две социальные, то есть страховой износ двух минимальных, то естественно повышается и минимальная страховая возраста выхода на пенсию. То есть он может быть не 15, а 30. Второе. Как морковка бросается то, что учитывая, что есть много критики по неучету до родовых, после родовых обучения в вузах, службы в армии, то предлагается сегодня, что после 30 лет наличия стажа каждый следующий будет давать, ну 30 лет принимается за единицу коэффициент. Каждый последующий год плюс 0,1. Но, опять же, но, исключаются все вредные производства, это уже задача отдельного страхования, исключаются специальные доплаты там за классное руководство, там, за другие вопросы, которые сегодня обсуждены. То есть, ну это очередная попытка дезинформировать граждан и, с моей точки зрения, резко снизить пенсионный выплат именно за счет модернизации системы начисления. Да, поднимается до миллиона, то есть, предлагается поднять до миллиона сумма, с которой будут взиматься выплаты, 485 тысяч, ну это удвоение. Но, реально-то мы знаем, что сегодня, к сожалению, пенсионные страховые взносы платят значительно меньше, чем могли бы платить. Понимаете? И, если вы слышали последнее заявление вице-премьера Голодец по поводу 38 миллионов неучтенных, то здесь ведь надо понимать, что они не платят не потому, что они работают и не платят, а потому, что они просто заняты самовыживанием. У нас просто резко скукожилась производственная сфера. Вот я официально посмотрел по отраслям, у нас осталось примерно по 10 процентов занятых от тех, кто был занят даже 15 лет назад. Вот в этом вся весь... Сейчас я немножко переведу на более понятный язык. Николай Васильевич профессионал в этом деле. Смысл этой новой пенсионной реформы запудрить мозги гражданам и снова залезть к ним в кошелек. И главное продлить пенсионный возраст еще на 5 лет, но сделать это тайно явочным порядком. Что означает? Там открываете в их проекте законов все один абзац. Там написано, чтобы гражданин получил 40% от средней зарплаты, а 40% это минимальная норма по европейским стандартам. Для этого он должен отработать минимум 30 лет, но в эти 30 лет не входят годы учебы, декретного отпуска, годы службы в армии, то есть вы уже не 30 лет должны отпахать, а минимум на пятилетку больше. Вы должны получать выше средней по стране зарплату, а средняя сегодня 27 тысяч, в машиностроении средняя зарплата 17-18, в приборостроении похоже, в деревне 10-12, в медицине и образовании примерно 12-14, то есть огромный пласт людей, кто пашет, учит, лечит, работает, он выпадает из этой возможности. И плюс ты еще должен после истечения пенсионного возраста еще отпахать 5 лет. Тем самым этот закон удлиняет вам пенсионный стаж минимум на 5 лет. Итого мужчина может получить в лучшем случае выработать такой стаж 65, а средний возраст по России мужик не доживает до 65, а средний составляет 67 лет. То есть он будет вносить, да еще удваивается взнос пенсионный фонд, он будет вносить пахать, работать, а в лучшем случае в среднем 2 года будет получать из казны то, что он носил. И так как предыдущая пенсия полностью, пенсионная реформа обанкротилась, дыра в фонде образовалась в триллион рублей, вот они и хотят срочно залатать такого рода законом. А что касается Голодец, я отвечу и на заседании правительства отчета. 38 миллионов не знают чем занимается. Пусть ответит на вопрос, а кто их загнал в это положение? Почему 300 тысяч предпринимателей малых и средних только в этом году потеряли работу? Эти люди с удовольствием бы работали, с удовольствием платили бы, с удовольствием бы повышали свою квалификацию, их выбросили из нормальной жизни. За 10 лет ни одного современного наукоемкого предприятия не построили, а дань обкладывать сколько угодно. Поэтому это не пенсионная реформа, а полное безобразие. Полное безобразие. Ваши вопросы. Директор «Рассвет-ТВ» Тамара Бочковская. У меня два ровных вопроса, но вначале небольшая вещь, поэтому всем вам будет интересно знать, что народ не безмутствует. И у нас на сайте телезрители устроили голосование против ВТО, приводя примеры, к чему может привести на их конкретных предприятиях вот это нововведение. Это первое. Теперь вопрос. Вы, Геннадий Андреевич, сказали о реформе образования. Всем известно, что был альтернативный закон, и что он принят не был, но КПРФ подала в Конституционный суд. И телезрители интересуют, какова судьба все же этого заявления. И второе. Создано движение «Русский лад». Вопросов здесь очень много. Как это увязывается с консультацией КПРФ, во-первых, и что вы ждете от этого движения, и будет ли оно националистическим? Спасибо. Главный показатель развития любой страны, оценка деятельности правительства, это человеческий капитал. Он оценивается по продолжительной жизни, качеству образования и многое другое. Так вот, все, что делает с последних годов с образованием, это ликвидация классической русской и советской школы, которые были признаны в мире лучшими. Берите, начинайте дошкольное воспитание, полностью разрушено. В свое время Женя Радарь, итальянский писатель, когда побывал в нашем детском саду, сказал, это лучшее, что я видел в этом мире. Прекрасная подготовка детей, дошкольная подготовка. В Москве было 1200 садов, осталось половину выкорчевали. Миллион 800 тысяч детей не могут попасть в детские сады. А Единая Россия недавно приняла закон образования, по которому раньше нельзя было повышать цену более чем 20% от стоимости места в государственных детских садах. теперь сняли эти нормативы. И сейчас по стране покатилась волна, когда сдувают цены, и те, кто бедные, а в стране три четверти бедняков, и многодетные не в состоянии детей вообще вести в такого рода детский сад. Тем самым снижают якобы, уменьшают эту очередь, которая детская. Школа средняя, начальная школа, 80 преподавателей пенсионного возраста или предпенсионного. Что такое учитель начального класса, это вторая мать, это блестящая подготовка, это знание русской литературы, математики, физкультуры, изобразительного искусства, это универсал, они их не готовят. Вместо этого Ливанов сказал, из 43 вузов 30 педагогических неэффективные, а это означает, ты учишься неэффективным в вузе, так и наказали уже учителя жалкая зарплата. Средняя школа из 19 базовых предметов, которые были, еще Фурсенко вместе с своими тетками, их трудно назвать педагогами, выкинул 7, а из 12 этих оставшихся главный предмет назвал физкультура, ОБЖ, ты сам должен отбиваться от насильников, Россия в современном мире учебник, его еще нет, его напишут, и предмет по выбору, остальные плати, а как конституция. Дальше идем, первое рабочее место, миллион 800 тысяч окончили, одно рабочее место на 16 человек, и в результате 25% наиболее способных, талантливых подали за кордон, там искать себе счастье и работу. Следующий этап, связанный с целым с вузовской подготовкой, 300 с лишним вузов неэффективные, а кто эффективный, неэффективные почти все сельхозвузы и культпросвету. Я спрашиваю Путина, вы объявили в своем послании о духовных корнях, так если неэффективны почти все педвузы, сельхозяйственные вузы и культпросвет, да где же эти корни будут прорастать, кто их будет взращивать, собственно говоря. И теперь Ливанов приходит, и академия неэффективная, и академия не нужна. Петр Великий в гробу наверное перевернулся, он ее основывал, 300 лет была эффективная, пришел матерщинник, министр, оказывается все неэффективно. И все мы смотрим на это безобразие, это полное безобразие. Потрясающий мараз в стране, сидит малограмотный человек с своей криминальной компашкой, и определяет судьбу будущего образования всех ступеней, академии наук. Все академики возмущаются, возмущаются, Единая Россия сидит, помалкивает, помалкивает и премьер-министр. Я думал после того, как Путин у Фурсенко принес четыре предмета базовых вместо девятнадцати по нынешнему закону, который протащила Единая Россия, наш закон не приняли, он блестяще был подготовлен Жаресом Алферовым, Иваном Мельниковым, Владимиром Кашином, Олегом Смолиной, Тамарой Плетневой, блестящий закон, питал все лучшее, что есть в советской эпохе, в мире, в современном образовании. Они протащили закон, по которому стандарты, можно выйти из школы, не изучая физику, химию, биологию, не изучая даже историю. Тогда каким образом вы собираетесь с кем-то конкурировать? Им не нужна грамотная и умная страна, абсолютно не нужна, потому что дурачками проще управлять, но терпение у людей заканчивается. Я очень рад, что у нас студенты, студенты восстали против этого, восстали в начале РГУ, у Бабурина был прекрасный ВУЗ, великолепные преподаватели, хорошая система отлажена, отдали плехановцев, пошлите сейчас делегацию, кстати, в Думе есть официально требование официально проверить все, посмотрите, что они делают с этим ВУЗом. Они все это ликвидируют для одной цели, помещение распродать, земли торговать, карманы набить и смыться, а мы не можем этого позволить, поэтому мы призываем очень активно, в целом граждан страны выступить против этого варварства, потому что заводы можно отстроить, дороги можно построить, но если вы сломали образование, ликвидировали классическую школу, уничтожили научные школы, вы их будете восстанавливать десятилетиями, они формируются с огромным трудом, поэтому очень важно. Что касается русского лада, уникальные движения, потянулась интеллигенция, культура, деятели, вчера подвели итоги первых месяцев, мы очень довольны и рады. Кстати, вчера приняли решение отпраздновать 6 июня, день рождения Пушкина, праздник русского языка, нам представили ведущие театры, лучшие площадки во всей стране. За эти 20 лет число знающих русский язык сократилось на 100 миллионов. И Фурсенко вместе с Ливановым сокращают преподавание русского языка, выхолачивают классическую русскую литературу из этого цикла и, по сути дела, разрушают вузовскую систему, которая готовит прекрасных словесников. Поэтому мы всю страну поднимем на проведение этого праздника и на защиту лучших наших народных традиций. АЛЛАД от слова прежде всего в основе нашего ЛАДа лежит дружба и уважение к всем языкам, наречиям, традициям, верованиям. Уверен, что наши инициативы русского ЛАДа будут широко поддержаны. Да, пожалуйста. Кстати говоря, возвращаясь к теме пресс-конференции, китайцы, ведя переговоры 7,5 лет, за это время создали два университета, в котором подготовили около 30 тысяч специалистов, юристов, способных разбираться в хитросплетениях судов ВТО. У нас, у Фурсинга, неэффективное есть, а вот ни один ВУЗ не имеет ни одной программы, которая готовила бы специалистов для разбирательства ВТО. Кстати говоря, нам сразу вывали, уже сейчас есть около 50 заявлений к нам по правилам, по нарушению правил ВТО. Так вот, сегодня правительство в три раза предлагает больше платить юристам зарубежным, для того, чтобы они отстаивали наши интересы. А как они будут отстаивать, если будет Джон Дир и Ростельмаш? Чьи интересы будет отстаивать юрист, который работает на Джон Дире? Скажите, пожалуйста. К нам уже поступило предложение, давайте миллион нам долларов в год, мы будем отстаивать интересы российских сельхозмашиностроителей в стенах ВТО. Ну, вот это уже опять, деньги только потекут за рубеж, и все. Коллеги, можно менять вопрос? Да, пожалуйста. Чуть погромче только. Когда шел разговор о вступлении России в ВТО, говорили, вот, должны стать конкурентоспособными наши предприятия. Для народа цены на продукты уменьшатся, потому что конкуренция. Потом было много разговоров, некий будет переходный период, и все, что мы не успели, вот, выторговали, будет все хорошо. Я полагаю, что вряд ли будет положительное решение суда, или оно не так быстро будет. Что необходимо сделать сейчас? И хотел бы пояснить на примере вас севозпродукции Павла Николаевича. Вот вы скажите, как было до того, и что у вас в Санкозе сейчас? Что плохо стало? Вы вроде прогрессивны, все хорошо было. Почему не можете конкурировать? Одно словечко. Павел Николаевич уникальный хозяйство рядом с Москвой не раздавили, не растащили, не распродали, не уничтожили. Великолепное хозяйство. Он недавно сдал чудный детский сад для детей, великолепный дом для специалистов, выращивает лучшие плоды, которым может гордиться любая семеноводческая станция, любой сад в принципе. Пожалуйста, Павел Николаевич. На самом вопросе есть половина ответа. Было сказано, что мы будем подтолкнуты к модернизации. Одновременно наши переговорщики добились 9 миллиардов поступлений из бюджета в сельскую аграрную среду. В результате мы получили 4,5 и того не получили. Условия ВТО, например, предусматривали конкуренцию, доступ к процентной ставке к кредитам. В результате получилось, что мы оказываемся в положении, когда у нас кредит так же дорог или еще дороже стал, а вообще банки перестали финансировать. на сегодняшний день можно сказать, что банки гораздо хуже финансируют сельское хозяйство по сравнению с прошлым годом. Потому что банки рассказали, слушайте, теперь вы неэффективны, потому что мы вступили в ВТО. Все ваши проекты, которые вы раньше задумывали, теперь после вступления в ВТО, они считают же бизнес-планы, они будут приносить либо убыток, либо, скажем так, ту рентабельность, которой вы не сможете даже обслуживать кредит. В результате деньги после вступления в ВТО в сельское хозяйство не пошли, или пошли гораздо хуже. А вот что сделало правительство, оно до сих пор принимает порядок выделения средств, помните, мы говорили, на гектар, и до сих пор еще деньги не пошли. А у нас пассивная кампания уже началась. А они, помните разговор о том, что месяц назад 42 миллиарда мы дадим денег, так вот, оказывается, вчера выяснилось, что Минфин и Минэкономики даже не согласовали порядок выделения денег, кому, как, в каких объемах мы же бахати сеять должны. В результате получилось, о чем, кстати, мы и говорили, что при нашей неэффективной системе управления государственными финансами, сельским хозяйством мы проигрываем полностью даже то, что нам вроде бы как будто бы обещали, не дали, но одновременно открыв вот эти вот границы добились того, что импорт увеличился сейчас уже в разы. А естественно, поддержанные там своими бюджетами, а вы знаете, что вот мы уже говорили, цифры, которые происходили, они могут демпинговать, снизить цены. Мы же такого позволить себе не можем. В результате мы работаем. Редактор субтитров А.Семкин